Шивотов Браха, которая заканчивается словом Браха имеет некоторое отношение к Шивоту Сейчас я попытаюсь обсудить, какое именно И мы немножечко сдвинемся, чтобы обсудить Шивот До того, как мы это обсудим, несколько слов о самом Шивоте О молитвах Шивота Поскольку, как бы, урок о молитве То молитвы Шивота я сейчас пока не буду разбирать Ни одной из молитв, которая связана с праздниками Потом отдельно разберем Шманесры, которые молятся с праздниками Но когда мы молимся в Шивот, у нас есть отдельная тфила И мы вместо многих брахот, в том числе этой брахи, которую мы сейчас разбираем Мы говорим Браху от Всевышнего о том, что он Микадеш, Исраэль, Вазманима О том, что Всевышний благословляет Исраэль и времена И в этой брахе мы говорим о том, что Йом Шивот это Йома Тан Таратейну Это день дарования Торы И мы благодарим Всевышнего о временах В частности, о времени, которое связано с дарованием Торы Шивот это время, которое было Мюхэдат Ламатан Тор Созданно изначально для того, чтобы была дана Тора на горе Синаи Для того, чтобы разобрать Шивот, я хочу обратиться к Медрашу Но до этого я хочу еще одну вещь сказать Шивот есть Минхак, обычай Обычай Шивота всю ночь не спать и всю ночь учить Тору Это не очень строгий обычай Но, тем не менее, это обычай, которая принята в очень... Ну, почти все его приняли Обычай, которая достаточно странная И влечет за собой очень много бетуль-тоэра И для того, что люди всю ночь учатся, понятно, что После Сауды, еще что-то, после трапезы Учатся они хуже, поскольку учатся ночью До этого, чтобы подготовиться к ночному обдению Они весь день спят После этого надо отоспаться После бурно проведенной ночи и так далее Ламайса мы учим намного меньше Тора, чем могли бы учить И я знаю больших рабоним, которые не учатся в Лайла Шивот Для того, чтобы учиться утром нормально Чтобы не было бетуль-тоэра Есть еще одна вещь, которая случается Из-за того, что мы весь Шивот не идем спать Это Шахрис Обычно молимся Шахрис мы рано утром С Ватикином, после того, как закончилась ночь Мы сразу же Лимут Тора, изучение Тора Плавно переходят в молитву И здесь есть тоже проблема Потому что во время молитвы очень хочется спать Если во время Лимута это все-таки интересная вещь Учишься, споришь там, еще что-то То как-то еще не дремлешь То во время утренней молитвы Очень многие засыпают Просто вульгарно, особенно дети И когда засыпают, то особенно засыпаешь Не когда молишься, когда молишься Все-таки говоришь что-то, еще что-то А когда слушаешь крест Тойра И слушаешь могилатрут Чтение могилатрут В это время, если посмотреть в синагогах То часть синагоги просто крепко Хорошо, натурально спит, похрапывая И многие постки уже говорили об этом Что в случае, если человек Знает, что он будет хуже молиться То ему вода и не следует учиться всю ночь Или надо незадолго до наступления утра Лечь спать Поспать и пойти на более поздний миньян Когда человек в состоянии молиться Это каждый человек должен решить для себя Но тем не менее, обычай Не спать лая за живот Это обычай, который очень известный И он с давних времен существует Связан он в основном с тем, что Во время дарования Торы Амис Роэль, некоторые люди Проспали и пришли Немножко опоздали на Гарсина И пришли немножко позже, чем было нужно И поскольку они проспали дарования Торы Поэтому принято вам Исраиль не ложиться спать И учить Тору Значит, существует два минхага Первый минхаг, более хасидский минхаг Что мы учим, не учим Тору А читаем Тикун Лайл Шивот Туда входят отрывки из Хумаша Отрывки из Дгилем Отрывки из Танаха Отрывки из Мишны И так далее Таким образом, всю ночь читается одна книга В которую входят разные отрывки Торы Шабихтафи, Торы Шабальпи И тем самым выполняем заповеди изучения Торы И литовские обычно люди сидят в хеврусах Учатся всю ночь Тору Элла Вэлла Дивраэла Ким Хайми То и другое слово Всевышнего Можно найти по любому из этих минхагим Можно даже не учиться ночью, учиться днем Но те, кто учится, должны помнить, что надо внимательно следить за молитвой Поскольку урок у нас о молитве Теперь я хочу обратить ваше внимание на один медраж Медраж, который рассказывает о даровании Тора Медраж говорит, что в день, когда Всевышний давал Тору народу Израиля Были громы, молнии, вся земля сотрясалась и так далее И народы мира собрались вокруг человека по имени Белам И сказали, спросили его Белам Белам это человек довольно незурядный Надо остановиться на нем Белам это человек, который Сказано в Торе, что не было в Геморе А вот из Зора сказано, что есть пасук Локам бы Исраэль на вики Маше Не вставал в Израиле пророк подобный Маше Уровень пророчества Маше в Израиле не было Такого уровня пророчества И говорит Гемора Бы Исраэль лохая В Израиле не было, он родов мира был И кто это? Это Белам Человек по имени Белам, который находился на уровне высоты пророчества Практически равный пророчеству Маше Робейну Он получал из тех же источников Навиют, из каких получал Маше Робейну только Навиют Белама отличался от Навиюта Маше Робейну Маше Робейну получал Навиют Мисад Гдуша Со стороны святости А Белам со стороны Тумы, со стороны нечистоты Но уровень их пророчества был практически одинаковый И все народы мира собрались вокруг Белама Для того, чтобы спросить, что происходит И спросили, что Акодыш Барагу хочет Всевышний хочет навести потоп на мир Ответил Белам, нет Тору он дает своему народу Таким образом Медраж говорит И надо понять, что это не просто Вот пришли какие-то несколько идиотов И спросили, а что, сейчас опять потоп Он сказал, да нет, сейчас не потом, сейчас дрование Тору Вы перепутали, ребята Хотя так оно и было на самом деле Но что имеется в виду? Что народы мира, которые шли к Беламу Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос Маршман, вроде как следует отсюда Что другой человек не мог дать ответ на этот вопрос Нужно было спросить именно Белама Народы мира перепутали дрование Тора и потоп Для них дрование Тора выглядело так же, как потоп И надо понять, что общего между дрованием Тора и потопом И как можно было спутать эти два явления Понятно, что есть Медраж, который говорит, что Энмай имела Тора Что нет такого выражения, как вода А каждый раз, когда употребляется вода, имеется в виду Тора Но это не отвечает на вопрос Вода полилась, Тора полилась Все очень похоже, замечательно Но это понятно, что не отвечает на вопрос, который мы задали Вопрос, который я задал, это вопрос Как можно было перепутать потоп и дрование Торы Это первый вопрос И в качестве наводящего под вопроса к этому вопросу Это что произошло с миром во время, когда была дана Тора Какое изменение претерпел мир в день, когда была Тора дана на горе Синай 6 числа месяца Сиван Что произойдет примерно через 10 дней от сегодняшнего дня И что мы, собственно, празднуем во время дрования Торы Майни штана Алайлаза Чем изменилось одно от другого Для того, чтобы ответить на этот вопрос Нужно начать с потопом Поскольку мы видим, что к Беламу пришли задать вопрос Будет потоп на Земле или нет Поэтому мы тоже начнем с потопа А потом двинемся немножко дальше Потоп, который был во времена Ноха По-моему, я говорил в этих лекциях про потоп немножко Но, тем не менее Потоп, который был во времена Ноха Это была вещь совершенно непонятная Когда с неба, из-под земли, подземные источники, с небес и так далее Заливается вся Земля На Земле не остается пустого места И ковчег, который сделан для того, чтобы там спаслись Ноха, его семья И некоторое количество зверей Жирафов, слонов и тараканов Он плавает в течение года по поверхности Земли После чего он останавливается где-то в горах Арарата И оттуда постепенно выходят люди И на территорию Элицисровель И оттуда начинается новая жизнь Жертвоприношение, которое я сделала в новых И так далее Вопрос, который возникает Почему именно потоп? Почему именно Мабуль? Почему именно вода? На этот вопрос задает его Может задает много, кто я не знаю Но ответ, который я хочу дать Это ответ, который дает Магараль на этот вопрос Магараль из Праги Он объясняет, что существует два понятия Магараль очень часто это говорит Но в описании Мабули он на этом останавливается особенно Существует два понятия Понятие, которое называется хомер И понятие, которое называется цура Что такое хомер и что такое цура? Хомер это материал, цура это форма Любая вещь, которая существует в этом мире И мы ее видим, когда она принимает какую-то форму Если мы смотрим на какую-то ткань В которой я одет То она приняла форму пиджака Она не самостоятельно это сделала Ей немножко помогли с этим вопросом Но в результате она приняла форму пиджака Стол, на котором стоит микрофон и лежит книжка Это родился он в форме древесины Хомер, материал из которого он состоит Это дерево, целлулоза После того, как его обработали Что-то с ним сделали, обстругали И еще что-то После этого из него сделали стол И он принял новую форму И так любая вещь Как домен, неживая природа Так и растительная природа Так и человек, и обезьяна, и так далее Каждая вещь, которая существует в мире Она существует в форме В виде хомера, материала И в виде цуры Это формы, которую она принимает Форму в этом мире Самому этому миру форму Должен предать человек Человек, который был создан в этом мире Он был создан как сотрудник, шутав, компаньон Всевышнего в этом мире И мир был бокована Изначально создан Всевышним таким образом Чтобы мир был незавершен и несовершенным Сделать мир завершенным и совершенным Должен именно человек Это функция, которая легла на плечи Адама Решона и Хавы И после того, как нам Решона и Хавы ели от дерева Познания добра и зла Она перешла автоматически к разным людям В том числе к нам с вами И мы с вами сегодня должны завершить этот мир То есть придать этому миру ту форму Ради которой она создана Когда вчера у нас был шаббат, скажем Некоторые из нас молились И те, кто молились, все считали В Лахадади, в молитве Лахадади Обычно ее принято петь во всех синагогах Мы пели, что «Соф маосе ба махшават хила» Конец замысла Конец действия в начальном замысле В конце будет сделано то, что было замыслено в самом начале Мы это пели, подразумевали шаббат Что шаббат это седьмой день Изначально мир был создан для того, чтобы он был в состоянии шаббата И поэтому шаббат это то, к чему в конце концов придет этот мир Это конечная цель Но мир был не создан в виде шаббата сразу Он был создан в виде шести дней творения После которых наступает седьмой день А именно шаббат Таким образом, цура, которой мы должны привести этот мир Человек должен привести этот мир Она является конечным замыслом Изначально мир создан не в виде той цветы, в которой он должен находиться Не в виде той формы, в которой должен находиться И мы должны изменить эту форму Естественно, когда я говорю об изменении формы Я имею в виду и то, что мы должны сделать компьютер Микрофон, в который я говорю Компьютер, в который можно видеть Лектора, который дает уроки Тора А также можно видеть многие другие вещи Которые можно посмотреть в компьютер Страшно интересно и так далее Соответственно, цура, которую мы сделаем Зависит исключительно от нас От того, какую кнопку в компьютере мы нажмем И относительно того, какую форму мы придадим древесине И как мы используем стол, который уже сделан Цура – это действие человеческих рук Для этого она создана Когда Акодыш Барагу, Всевышний Благословный Плетон, создал этот мир Он сделал этот мир материальным Он дал какой-то хомер, какую-то материю Какой-то состав для того, чтобы этот состав мы в этом мире изменили Прошло 10 поколений от Адама до Ноха И эти 10 поколений, они знаменуются тем, что в конце 10 поколения было сказано И извратилась всякая плоть, путь свой на земле Коль, Басар, все, что существует Извратилась путь свой на земле То есть цура, для которого пришла Которая превратилась за 10 поколений Превратился мир Она называется цура, которая не может больше существовать Это та цура, которую технически, сказал Всевышний, исправить невозможно Единственное исправление этой цуры – это все перемешать и все начать заново Превратить ее обратно в хомер Бывает такая ситуация, когда, например, гончар лепит какой-то горшок То, особенно если я начну лепить какой-то горшок, я думаю, что у меня именно так и получится Он такой кривой и кособокий, что уже переделать его никак невозможно На какой-то ситуации надо его обратно все превратить в глину и из глины лепить все заново Это то, что произошло с миром во время Мабуля, во время потопа А Кодыш Брагу увидел, что форма, которую принял этот мир, ее текун, единственный способ ее исправить – это превратить ее обратно в хомер и после этого сделать все заново Вода – это единственная, не единственная, как любая жидкость, но вода, суть любой жидкости, она отражена в воде H2O Я сейчас имею в виду H2O не только в качестве хомера В качестве хомера оно действительно выражается формулой химической Два водорода и один кислород, они познакомились, подружились и создали воду Но кроме того, что они создали воду, вода – это хомер, который не имеет никакой цуры В воде, в принципе, невозможно создать никакую форму Вода, она принимает форму в зависимости от того, куда мы ее вылили Если мы вылили в сосуд, она принимает форму этого сосуда Разлили на пол, она принимает форму тех ямок, которые есть на полу, на земле, на асфальте, формы лужи, которые мы видим Вылили в океан, она принимает форму океана в зависимости от того, какая форма дна и так далее Вода, она не имеет собственной формы, она всегда принимает форму ту, в которую ее превратили того сосуда, в который ее налили. И это свойство воды. Это икор воды. Отсутствие цуры. Отсутствие какой-нибудь формы. Поэтому, говорит Магараль, потоп должен был произойти. Стирание неправильной цуры, которая была создана в этом мире, она должна была произойти посредством воды. Поэтому Магараль пишет такую вещь, что я думаю, что буквально мы никто не будем понимать то, о чем я сейчас говорю, но в качестве машаля, в качестве примера, который дает нам, возможно, что-то услышать и выучить, это можно сказать. Магараль говорит о том, что если мы посмотрим на океан, на море, то мы увидим, что постоянно волны. Волна залетает на берег. Она пытается, говорит Магараль, затопить этот берег. У нее не получается, что она уходит назад. Следующая волна идет. Следующая. Главная задача волны, я понимаю, что Магараль тоже знал, что волны происходят из-за ветра, из-за течения и так далее, но это не то, что его интересует, когда он приводит этот машал, эту дугму. Задача волны затопить. Она никогда не может находиться в воде в океане, и никогда не может находиться в состоянии покоя. Она все время стремится выйти из берегов. У нее это не получается. Почему это не получается? Потому что форма, которая предала Хакодышбурогу Земле, она делает так, что вода находится в этой форме. Но ее задача разрушить эту форму. Она отказывается от ее принятия. Это Тева, это природа воды. Когда я говорю от природы воды, я имею в виду о том, что так Всевышний создал эту воду. Она создана со всеми силами природы, которые действуют одновременно на этот мир, и не только силами природы, которые мы знаем, которые Ньютон открыл, Эйнштейн и так далее, но и силами, которые мы не знаем, когда Хакодышбурогу действует на этот мир посредством сферот, посредством тех воздействий, которые он хочет. В любом случае, вода создана таким образом, что она постоянно отказывается принимать форму. Ее вливают куда-то, она принимает форму этого сосуда. Как только ее выливают из сосуда, она отказывается от этой формы. Это суть понятия, которое называется майя. Поэтому в тот момент, когда земля извратила свой путь, когда люди стали поклоняться Авой Дезойре, стали совершать преступления, связанные с прибыльным деянием, с воровством и так далее, то в этот момент Хакодышбурогу, когда это достигло до определенного предела, Всевышний решил, что больше так продолжаться не может. Хомер, который принял эту цуру, тот материал, который превратился в ту цуру, в ту форму, в которую он превратился, его нельзя использовать, он не может быть использован для того, чтобы привести мир к настоящей цуру, для которой этот мир был создан. Поэтому нужно было всю эту цуру уничтожить, и Всевышний наводит поток на землю. Вода заливает землю со всех сторон, вода, которая в принципе отказывается принять цуру, она заливает, и по принципу мира за меру, она заливает весь этот мир, и превращает мир в новую цуру. Единственное, что осталось в мире, то, что способно дать духовную цуру миру, это Ноох и его семья. Соответственно, поскольку нужно было, чтобы мир остался, остались животные, растения и так далее, и Ноох с семьей в течение года находится в Ковчеге, это то, что осталось, так сказать, от старого мира, и после этого начинается новый шлаф, новый этап в существовании этого мира. Десять поколений от Нооха до Авраама, Авраам, Исхак, Яков, и так дошло еще шестнадцать поколений от Нооха до дарования Торы, и вот приходят Маширабейну, и Маширабейну приходят на гору Синай, для того, чтобы вручить Тору народу Израиля. Когда Тора рассказывает о потопе, есть интересный медраж, который Амар Даршини, который говорит об Яснивне. Что я имею в виду? Медраж спрашивает, я не знаю, перед Пуревом я вам зачитывал кусочек из Гемора Хулин, Гемора спрашивает, где сказано, где Эстер упомянут в письме Найтори, где Мардыхай упомянут в миссии Найтори. Медраж продолжает это и говорит, где Маширабейну упомянут в письме Найтори. Маширабейна Тору Минайн, где Маширабейна упомянут в письме Найтори. Честно говоря, вопрос не до конца понятный, потому что он подъявляет отца там очень много раз, но еще более непонятный ответ. Я бы на месте Медража не стал такого спрашивать, потому что что значит Маширабейна Тору Минайн? В Йомар Гаширабейна Тору Минайн? Сказал Всевышний Маше. В Йомар Маше Эля Арон? Сказал Маше Арону. Я не знаю, сколько псукин начинается со словами Вейдабер Гаширабейна Тору Маше. Но, тем не менее, такой вопрос возникает. И ответ еще более непонятный. Ответ такой, что где Маше упомянут в Торе, сказано, что в заслуге Батшигама Всевышний спас Ноха во время потопа. Батшигам – Зе Маше. Батшигам – это Маше. В заслуге человека по имени Батшигам Нох был спасен во время потопа. И Лихойра, на первый взгляд, может, я такой глупый, но на первый взгляд это абсолютно непонятно. Какой Батшигам? У Маше было очень много имен. Семь имен, которые употреблены, имена, которые даны Маше. Обычно, если мы спросим, как звали Маше, то кроме имени Маше, никто ни одного другого имени не знает. Маше – это имя, которое дала Маше принцесса Басия, дочка Параона, паро-фараона, когда вытащила его из воды. Это не было то имя, которое дала мама Маше. Имя, которое дала мама Маше, я думаю, что если кто-то знает, то для интереса напишите. Я не буду сейчас выяснять, кто знает, кто не знает. Можете не писать. Я не буду даже его употреблять, потому что оно не имеет сейчас ни малейшего значения. Имя, которое дало Маше, это то имя, которое написано в Торе, это Маше. Вдруг здесь говорит Батшигам. Батшигам, который упомянул в Торе, что ради его заслуг Нох был спасен во время потопа. Заслуг Нох как такового не хватало. Нужны были заслуги Маше. Маше, который родится через 16 поколений от Ноха, но через 16 поколений после Ноха. Ради него был спасен Нох и это Маше Мина Тора Минаи. И нужно понять, что имеется в виду. Для того, чтобы это понять, нужно вернуться к тому, как Маше получил имя Маше. В течение нескольких, не знаю, сколько месяцев или лет, месяцев, Паро издает указ, что каждый ребенок, который рождается у Израиля в Египте, у Абнеисраиля в Египте, должен был убить. Не просто должен был быть убит, а брошен в воду. После этого он добавляет к этому указу дополнительный указ. Пункт второй настоящего указа, а именно о том, что не только каждый еврейский ребенок, который рождается в Египте, но и каждый египтянин, который рождается в Египте, тоже нам надо бросить его в воду. Почему? Потому что астрологи Паро пришли и сообщили Паро, что должен родиться ребенок, который выведет евреев из Египта. И они не знают, этот ребенок будет евреем или он будет египтянином. В связи с чем надо было убивать и евреев, и египтян. Почему они не знали? Потому что мы сегодня такие умные, мы можем это знать. Потому что Маше родился в нормальной еврейской семье, но в дальнейшем был взят дочкой фараона во дворец фараона и вырос во дворце фараона как египтянин. То есть его выращивали египтяне. Поэтому звезды не могли сказать, будет он еврей или египтян, поскольку это немножко изменилось. Но то, что звезды, да, сказали, что этот ребенок получит свое наказание через воду. Он будет наказан водой. И так оно в дальнейшем и произошло. После того, как Маше при определенных там словах, не будем сейчас сходить, лебени нету, неправильно добыл воду из скалы. После этого Маше Робейну получил распоряжение Всевышнего, что ты не войдешь в арец и строя, и умрешь, не войдя в арец и строя. Таким образом, наказание Маше было действительно дано через воду. И это увидели египтяне по звездам. Мы уже с вами однажды обсуждали, что звезды действительно могут очень многое показать. Но поскольку судьба Израиля не зависит от звезд, то правильно растолковать, что увидят, практически невозможно, потому что при определенных причинах может произойти изменение. Окей, не будем сейчас сходить из-за чего это и как это. Это интересный вопрос, он заслуживает обсуждения, но не сейчас. И вот Маше Робейну, еще до того, как его родили, до этого, человек по имени Амрам, он публично разводится со своей женой, для того, чтобы не рождались дети, потому что он не хочет, чтобы дети были брошены в воду, чтобы дети Ам-Исраиля погибали. Поэтому он дает пример, это был один из руководителей поколений, он дает пример всему еврейскому народу, что надо развести своих жен, для того, чтобы не рождали дети, для того, чтобы их не убивали. Его дочка по имени Мирьям говорит о том, что папа, ты больше ироша, чем фараон. Наверное, интеллигентно это сказал, не так, как я сейчас, но суть в том, что фараон своей экзейрой, он хочет убивать только мальчиков, а ты делаешь так, что они будут рождаться и девочки тоже. Фараон, он раша, он нечестивец, поэтому его гзейра, его распоряжение, может быть, яшем исполнит, может быть, нет. Ты цадик, ты праведник, поэтому твое распоряжение Всевышний наверняка исполнит, поэтому ты сделаешь так, что Ам-Исраиля не будут рождаться дети. Тогда он возвращает публично свою жену по имени Хевет и делает с ней хупу, для того, чтобы Ам-Исраиль видел, что он изменил свою точку зрения, для того, чтобы люди продолжали рожать детей. И за ним следили, за его семьей следили, поскольку было известно, это была такая громкая хупа, и понимали, что через некоторое время должен родиться ребенок. Ребенок родился недоношенным, шестимесячным, и поэтому его три месяца удавалось скрывать, поскольку они понимали, что через шесть месяцев после хупы вряд ли он родится, поэтому он родился шестимесячным. И когда прошло определенное время, это египтяне, у них была определенная техника, как найти детей, которые родились, они пошли искать сына Юрхевет и Ам-Рава, и тогда делается специальная корзина, ковчег, такой же ковчег, появляется то же самое слово Тейва, как ковчег, который был у Ноаха, пропитали его той же смолой, только одной снаружи, а другой изнутри, положили туда Маши Робейну, и отправили его в воду, еще мальчику, которого еще не было имени Маши. Через некоторое время туда приходит дочка фараона и спасает Маши, вытаскивает его из воды. После этого жрецы и астрологи фараона сказали, что спаситель евреев брошен в воду, поэтому нам не надо больше опасаться, и можно отменить Кзейру. Можно отменить распоряжение, благодаря чему принцесса, дочь фараона, получает разрешение вырастить этого мальчика во дворце, потому что фараон уже знает, что спаситель евреев брошен в воду, больше бояться нечего. Замечательно. Маши Робейну находится в руках у дочери Паро, которая принимает гиюр и становится одной из садики, вместе с евреями выходит из Египта и так далее. Но Бад Паро, она дает Маше имя. Она вытаскивает его из воды, достает этот ковчег и называет его Маше Кимингамай Маша Тихо, потому что из воды я тебя вытащила, выделила тебя из воды. Простой перевод этого означает, что Маше Робейну был вдастан из воды, забран из воды, спасла его из воды. Но слово Маша Тихо вытаскивать, высовывать, оно означает, что Маше Робейну был отделен от воды. Вода, как я уже говорил, это хомер, который не может принять цуру. Цура воды соответствует цуру в форме сосудов, в которой мы ее наливаем. Вода, как таковая, это полное отсутствие цуры. Материал без формы. Маше Робейну это человек, который достиг самого высокого уровня. Уровень, который равен незнающему. Который состоит только из цуры. Когда цура, его было 100% полной цурой, достиг он в возрасте, может быть, 120 лет, может быть, раньше, во время дарования тора, это от шейла. Но Маше Робейну не был обрезан. Ему не делали обрезания. Меня спросили, шалом, Раф. Наверняка младенец Маше был обрезан, как в фронте заявился, что это мальчик еврей. Спасибо. Маше Робейну не был обрезан, ему не делали обрезания, потому что он родился обрезан, он родился без крайней плоти. Поэтому он действительно как обрезанный ребенок. Это верно. Дело в том, что есть много ответов на этот вопрос. Во-первых, они знали, что он еврей, действительно знали, что он еврей. Кто знал? Дочка фараона знала, что он еврей, потому что когда ребенок плакал, и она пригласила кормилицу, начали искать разных кормилиц, Маше Робейну отказывался брать молоко, кроме как от еврейки, пока не привели его маму личную. И тогда он взял и поел. И тогда сказали, что видно, что он еврей, потому что он отказывается брать молоко от нееврейки. Поэтому принцесса, дочка фараона, Баси, Батка, дочка Всевышнего, ее назвали, она знала, что этот мальчик еврей. Сообщала ли она об этом фараону, я не в курсе. И я не очень точно знаю, переодевал ли его фараон, или у него достаточно было людей, которые могут это сделать без него, или он сам менял пеленки Маше Робейна, я не в курсе. История этого умалчивает. Поэтому фараон не обязан был это знать. Но есть еще один момент. Совершенно непонятный момент. Когда Юсеф Гацадик стал вторым после фараона в Египте, то он дал распоряжение, что все египтяне должны делать обрезание. Таким образом, много-много лет весь Египет поголовно делал обрезание. Есть много причин, для чего он это дал, но основная причина была в том, что Юсеф в пророчестве знал, что Ам-Исраэль будет в Египте находиться в рабстве, а не в том состоянии, в котором он был, когда Юсеф был полуцарем. Поэтому он хотел, чтобы распоряжение о том, что все египтяне будут делать обрезание, было таким, что евреи за компанию тоже будут делать обрезание. Он понимал, что если этого не сделать, то окажется, что евреи тоже откажутся делать обрезание в Египте. Поэтому все египтяне на протяжении многих лет делали обрезание. Поэтому даже если фараон вдруг решил переодеть Юсефа и увидел, что Юсеф абсолютно обрезан, он все равно не мог догадаться по этой причине, что мальчик еврей. Может быть, были другие косвенные признаки. Спрашивает некто Эн, если еврейский ребенок рождается обрезан, это что-нибудь значит, наверное, что я могу ответить на этот вопрос. Митраж говорит, что родился обрезанным Яков, был сделанным обрезанным Адама Ришон, Машир Абой родился обрезанным. Поэтому бывают ситуации, когда люди рождаются обрезанными. Сегодня тоже такое бывает. Означает это что-то или нет, я не могу ответить на этот вопрос, наверное, что-то обозначать. Я могу вам сказать, что я знаю одного человека на моей практике, я когда-то был моилом, обрезание делал. Мне встретился один человек, который был, может быть, два, я не помню, второй точно, одного я точно помню, который был обрезан. То есть он снял штаны, я ему сказал, что не надо делать обрезание, он обрезан был. Он родился в таком виде. к тому моменту, когда я с ним был знаком, он месвод не соблюдал и не планировал. То есть он об этом говорил уже лет 10 к этому моменту, но совершенно не планировал соблюдать по-настоящему месвод. Поэтому я не думаю, что это можем сделать какие-то выводы, сказать, что у него есть больше потенциальный уровень и так далее. В тот момент, когда Тора нам сообщает, что СФ родился обрезанным, что Маше родился обрезанным, это вода что-то значит. И даже более-менее понятно, что. Когда мы сегодня встретимся с каким-то человеком, который будет обрезанным, то ну думаю, что это нам ничего не скажет. Хотя я не могу ответить на этот вопрос более подробно. Когда Тора говорит о том, что Маше и СФ и Аков были обрезаны, родились обрезанными, то вода и что из этого учатся какие-то определенные вещи. Но мы сейчас не будем их учить. Двинемся дальше. Так вот Маше это человек, про которого было сказано, что он был извлечен из воды. Я еще раз хочу сказать то, как учат это Магараль. Мингамай Маша Тиха из воды извлекла Кавана, имеется ввиду, что Маше полностью Ишлима Татсмо доделал самого себя и он был полностью Цура Шлима. Он превратил себя в Цура Тадам, в то, как должен выглядеть человек. Не в Хомер, не в материю, Хомер это материал, из которого мы должны сделать Цуру. Цура это то, когда мы усовершенствовали себя, сделали себя полностью совершенным. Это Маше. Маше, который привел себя в состояние, к которому должен прийти человек, ради этого был создан этот мир. Это Маше. Так в заслугу Маше был спасен Ноох. То есть, поскольку Маше сможет полностью отделить себя от этой Цуры, для этого был спасен Ноох, для того, чтобы результатом этого был Маше, через которого будет Донатора Лами Саэль. Теперь я хочу обратить ваше внимание на один Махлокис Гемори Сота. Гемори Сота считает, когда Маширабейну был брошен в воду. Когда это произошло и, соответственно, вытащен из воды. Когда это произошло? Какого числа? Считать это довольно легко, но, тем не менее, оказывается, два мнения на эту тему. Первое мнение, самое простое, разберем вначале его. Маширабейну, кто знает, когда день рождения Маширабейну? Думаю, что все знают. 7 числа месяца Адар. За неделю до Пурима. Заин Адар был рожден Маширабейну. Он был рожден 6-месячным, а брошен в воду, когда был 9-месячный. То есть, через 3 месяца. Теперь, только те, кто умеет считать до 3-х, давайте посчитаем, какого числа это произошло. Адар, Ниссан и яхт. То есть, и 6 дней следующих это Севат. То есть, это случилось в Шивот. За 80 лет до дрования Торы, потому что 80 лет было Маширабейну, когда он начал выводить Амисраэль из Египта, Маширабейну был брошен в Торы, и случилось это в Лайло Шивот. Не в Лайло, в Йом Шивот. В день Матан Тойра, только еще до Матан Тойра. И говорит Гемора, что в этот момент, это Гемора Сота, говорит Гемора, что в тот момент, когда Маширабейну был брошен в воду, в этот момент Малахе и Ашерет, в этот момент Ангелы начали говорить Всевышний, что ты допускаешь? Тот человек, через которого должна быть спущена Тора в этот мир, сейчас погибнет в водах реки Нилус. Это первое мнение. Второе мнение, меня, конечно, интересует первое, понятно, но второе мнение говорит, что он был брошен в воду за несколько, за месяц лишним до Шивот. А именно 22-го числа месяца Ниссан. Каким образом это происходит? Часть месяца считается как полный месяц, Адар, он засчитывается как полный месяц, и год был высокосный, было два Адара. Адар, еще один Адар, плюс Ниссан, и в конце Ниссана, а именно 22-го числа, Маширабейну был брошен в воду. Это тот день, когда были рассечены воды Мер... какого моря? Ямсуф, не знаю, как по-русски сказать. Красного моря, в тот момент, когда евреи выходили из Египта на седьмой день после выхода из Египта. И тогда ангелы тоже плакали и переживали, только по другому поводу. И говорили, поэтому второму мнению, тот человек, который должен рассечь море, ты сегодня, в этот день, ты позволишь ему, чтобы он потонул именно в этот день, и так далее. Второе мнение мы сейчас оставим в стороне, меня больше интересует, кем Иван, первое мнение. Первое мнение, которое говорит, что случилось это в Шивот, и в связи с тем, что мы сказали, что когда было дрование Торы на горе Синай, то весь мир пришел к Беламу, Гороша, и сказал Беламу, что сейчас Всевышний наводит потоп на землю, отвечает им Белам, что нет, он дает Тору своему народу. Мы видим, что есть связь между потопом и дрованием Тора. Мы видим, что эта связь настолько сильная, что в день дрования Тора Маширобейн должен был умереть в таком небольшом потопе, когда его бросили в речку, и Всевышний его из этого потопа спас, и в заслугу того, что Всевышний будет вытащен из воды и даст Тору на горе Синай, и получит Тору на горе Синай, в заслуге этого был во время потопа спасен Ноах со своей семьей. Так вот, теперь у нас возникает вопрос, Ма, Демьон, в чем подобие между потопом и дрованием Тора? Поскольку я уже сказал, что икор того, что случилось во время потопа, суть того, что случилось во время потопа, это то, что Гакодыш Баругу заменил Цуру этого мира, заменил форму этого мира. Мир пришел в состояние, когда та Цура, в которой он находится, она устарела, и поэтому ее надо было менять, поэтому приходит вода для того, чтобы затопить одну Цуру, уничтожить ее, убрать ее, и мир приобретает новую Цуру постепенно. Мы строим эту Цуру ради того, чтобы построить ту Цуру, которая была во время дарования Торы, ради этого был сделан потоп, и новых был спасен во время потопа, ради Маширобейну, Батшагама, который в результате получит Тора на горе Синай. Ради этого был первый потоп. И вот теперь вернемся к потопу, который во время дарования Торы. Народы мира восприняли это как потоп, и очень понятно, почему. Гемора в трактате Абуэда Зойра задает вопрос, почему гора Синай называется, есть два названия горы Синай, Синай и Хоров. Почему она называется Синай? Потому что с этой горы спустился антисемитизм, ненависть народов мира камень строит. Почему он спустился с этой горы? Потому что на этой горе была Дана Тора. Почему она называется Хоров? Потому что на этой горе начался Хурбан, случился Хурбан, разрушение для народов мира. Что я имею ввиду? Не я, я полбеды. Что имеет ввиду Гемора, когда Гемора об этом говорит? Гемора говорит о том, что произошло изменение цуры всего мира. Что такое дарование Тора? Мир был создан с определенной целью, и нужно коснуться этого, хотя мы несколько раз это обсуждали, но тем не менее. Мир был создан с той целью, что Акодыш Барагу хотел Деригатов Легейтиф, тот, который Колькуло Тоф, тот, который весь целиком состоит из понятия Тоф Добра. Он хотел Легейтиф сделать свое добро влить и злить на творение. Поэтому он сотворил этот мир, поэтому он сотворил творение. Добро это не может быть цельным, стопроцентным, нормальным, а только если оно заслужено. Поэтому Всевышний сделал так, что у нас появился, появилась пхераха вшит, свобода выбора, и появился иньян, который называется авоида, служба творцу. Служба творцу дана для того, чтобы мы могли заслужить награду, и заслужив награду, получив эту награду, мы уже получим ее полноценно, а не как подачка, как какая-то такая вот непонятно кому нужная и зачем нужная штука. Она будет не стопроцентной. Поэтому было создано весь иньян авоида. После того, как мы это сказали, возникает вопрос. Со времени творения мира до дарования Торы прошло 26 поколений. 10 поколений от Адама до Ноха, 10 поколений от Ноха до Авраама и 6 поколений от Авраама до Маше. 26 поколений, Дериха Гав, просто заодно, для любителей кабалы и тому подобных вещей, это Миромас, на это есть намек, в имени Всевышнего, четырехбуквенной Всевышнего, Йотка и Вавкой. Оно Богематрия составляет именно 26. Мне пока пришел вопрос. Может, тут имеется в виду, что материальные воды теперь выражаются духовно в Торе? Это про аналоги в Атоп Тора. Я не до конца понял, честно говоря, вопрос. Материальные воды духовно выражаются в Торе. Окей, я не до конца понял. Вопросы исчезли все. Окей, появились. Так вот, я не до конца понял вопрос. Ну, сейчас я, поскольку на эту тему говорю, то... Так вот, скажем так, что 26 поколений, которые существовал мир, между творением мира и дарованием Торы, это существование мира, когда не было дано нам митцвот, когда у нас не было заповедей. И, соответственно, не было келим, не было возможности заработать награду, ради которой Всевышний создал этот мир. Поэтому этот мир существовал бы в Майдад Хесад. Он существовал только в качестве бесконечного добра. Ради будущего, ради того времени, когда будет дана Тора. В книге Берешит, в книге в начале, есть такое предложение. В Евере Феебокер Йом Га Шиши. Если вы помните книгу Берешит, то там сказано, и был вечер, и было утро, день 1, и был вечер, и было утро, день 2, день 3, день 4. Сказано Ши Ни, Шли Ши и так далее. Когда дошли до шестого дня, вдруг появляется определенный артикль Йом Га Шиши. Га. Гэй. И Раша спрашивает, почему изменилась такая ситуация, и вдруг у нас появляется буква Гэй. И Раша дает два комментария, два ответа на этот вопрос. Два ответа на этот вопрос, который дает Раша. Мы сейчас, тут еще один вопрос у меня появился, но вначале я отвечу на тот вопрос, который я задал. Раша дает два ответа на тот вопрос, который он задает. Почему появился артикль Гэй. Первое, он говорит, что ради того Гэй, Гэй, Хамиша, Гэй это пять, ради Хамиша Хум Шей Тара, ради пяти заповедей Торы, которые будут даны в день Вав, Га Шиши, Шиши, шестое число месяца Сиван, когда будет дана Тория, ради этого были созданы небо и землю, и в этот шестой день творения Всевышний условил состворением, что если Израиль получит Тору на горе Синаи, то все замечательно. А если нет, то мир будет уничтожен полностью. Это один комментарий. Второй комментарий, ради конкретного, определенного шестого дня месяца Сиван, когда будет дана Тора, ради этого был создан мир. То есть два комментария, которые по сути на самом деле очень близкие. Только вопрос Гэй намекает на определенный артикль или Гэй намекает на Га Шиши на шестой день. Все остальное совпадает. Ради шестого Сивана, для шестого Сивана, для дарования Торы были созданы небо и землю. Таким образом, у нас 26 поколений между дарованием Торы, между сотворением мира и дарованием Торы. Ради этого был создан этот мир, для того, чтобы мир принял определенную... Теперь меня спросили здесь, меня спросили, как насчет заповедей, данным Всевышним Ноохом. Есть все шевы-мецводы, все мецводы, которые сказаны в Паршат Ноох после потопа, которые получили все народы мира и которые они обязаны были соблюдать. Мнение Тосос говорит о том, что народы мира отказались от соблюдения этих заповедей, и поскольку они отказались от соблюдения этих заповедей, то у них нету награды за заповеди, как человек, который имеет заповедь и исполняет заповедь, поэтому ради них мир не был создан. Есть мнение, которое Медоякин из Рамбома, я не знаю точно, сейчас не могу воспроизвести как, мне надо думать на эту тему, взять хотя бы книжку Рамбома, которое из него Медоякин, что сыновей Нооха остались шевы-мецводы, а я вспомнил как, что у них остались шевы-мецводы и ноох, и исполняя заповеди они получают награду, как Миссуим Ваосим. Но тем не менее, эти заповеди, они недостаточны, их недостаточно для того, чтобы мир принял ту цуру, ту форму, для которой он был принят. Это минимум, без которого это невозможно, но это недостаточные условия. Если их нарушать, то оно не будет принято, но если их соблюдать, то этого недостаточно. Каждый из сыновей Нооха, соблюдая эти заповеди, он делает то, что от него требуется. Но мир нуждается в том, чтобы были дополнительные мецводы, а именно 613 заповеди Тора, которые будут даны позднее на горе Синай. И вот, я ответил на вопрос Сергея, и вот теперь у нас получается новая ситуация. Это ситуация, что все 26 поколений до сотворения мира, мир находится в состоянии подвешенном и ждет того момента, когда Тора будет дана на горе Синай. Цура! Еще один вопрос у меня возник, там ко мне кто-то я вижу. Если Бнаеноха будут соблюдать всем заповеди Бнаеноха, они получат награду. Вопрос, какая будет эта награда. Это Махлоки с Ришоним, с Пор Ришоним. Это будет награда Беттор Митсове Васе, как человек, который имеет заповеди, и он получает награду за эти заповеди. Или как Эйна Митсове Васе, как не имеющий заповеди, но получающий награду. Есть Рамбом, который пишет, что даже в наше время Амисраэль, если у него есть такая возможность, обязан заставить Бнаенох исполнять заповеди. Не просто учить их, а обязан их заставить, физически заставить это сделать, если у них есть такая возможность. Поскольку у нас такой возможности нет, то нам это не надо сделать. Не исключено, что если бы у нас была такая возможность, нам было бы немножко важнее заставить некоторое количество евреев соблюдать заповеди, но у нас тоже такой возможности нет. Даже уговорить не очень есть. Единственное, что мы можем, мы можем немножко рассказать о них, чтобы заповеди и сама Тура не выглядела, как бред всего и кобылы. Для того, чтобы люди поняли, что это не совсем то, волей-неволей, с чем мы были знакомы до сих пор. И немножечко захотели познакомиться с этим, поучить это, и, может быть, после этого у них возникнет желание присоединиться к Творцу. На большее мы не способны. Ни с Бнаенох, ни с Бнаисраэль. Поэтому на этом мы ограничимся и будем двигаться дальше. Так вот, 26 поколений между творением мира и дарованием Торы, эти 26 поколений выработали свою цуру, свою форму этого мира. Форма этого мира, которая получилась в это время, она в какой-то момент времени должна была быть изменена. Мы вышли на новый шлаф, на новый уровень. Уровень, который связан с Матан Тойра. Мир должен прийти из состояния, когда он управлялся атрибутом Хеседа, ради будущего, ради дарования Торы, в состояние Махалаха, пути, который называется Схар-Ве-Оныш. Состояние, которое называется Схар-Ве-Оныш. Я видел надпись, спасибо. Состояние, которое называется Награда и Наказание. Теперь мы должны находиться в состоянии, когда мы обязаны это делать и делаем это. Это новая цура, совершенно новый путь мира. И для этого нужно полностью стереть всю старую цуру. Так же, как было во время потопа. От Адама до Нооха мир пришел в состоянии, больше так продолжаться не могло. Нужно было все стереть, для этого пришла вода. Теперь приходит новое состояние. В том состоянии, к которому мы подошли, подходя к горе Синай, больше мир не может существовать. Нету никаких скует, нам нужны заслуги, нам нужна цель, нужна Тора. Поэтому Тора, она стирает все, что было в мире до сих пор. Она стирает всю прошлую цуру так, как мы жили, и дает новую цуру. Цуру-форму, которая называется Митсуве-Ве-Асэ. Тот, который обязан и делает. Поэтому народы мира собрались у Белама и сказали, начался новый потоп. Весь мир, я имею ввиду не материальный мир сейчас, не элементы таблицы Менделеева, а весь мир, настоящий мир, он разрушен до основания, а затем, что будет это дальше. Этого они не спросили. Они спросили, что происходит. Цура-мира, которая существовала до сих пор, вся форма этого мира исчезает, ответил им Белам, Всевышний дает Тору своему народу. Потоп, который истребит всю таблицу Менделеева, нет, он не кончается. Произошел другой потоп. Он действительно мобуль, но он связан с дарованием Торы. И это то, что имеется в виду Эйнма и Мэла Тойра. Не имеется в виду та вода, которая затопила весь мир, а только Тойра. Та Тойра, которая, спустившись в этот мир, придает миру новую Цуру, как вода, которая, затопив мир, придает миру новую Цуру. Это то, что произошло во время дарования Торы, это то, что им ответил Белам. И это то, почему народы мира назвали эту гору Синай, от слова Сина, ненависть. Потому что они, отказавшись принять Тора, о чем мы будем говорить в следующий раз, они возненавидели Амисраэля ревностью за то, что они согласились. Хурбан, от слова Хурбан, разрушение, то же самое. Поэтому двинемся немножечко дальше, и я хочу остановиться еще на нескольких моментах. Теперь я хочу вернуться к тому, что я говорил раньше, и сказать, что есть второй комментарий, который говорил о том, что Машир Абейну был вытащен из воды не в праздник Шивот, а в праздник последнего дня Пейсаха, седьмого дня Пейсаха, когда должны были через некоторое время раступиться воды моря, для того, чтобы Амисраэль прошел по морю. Одновременно с этим египтяне должны были погибнуть в волнах этого же самого моря. Это произошло в Бабатыхат, одновременно. И вот Малахей и Ашерес сказали, тот человек, который, басхуд которого раступится море, ты сейчас делаешь Всевышний так, ты позволишь ему погибнуть в волнах этого моря. Это тоже потоп. Египтяне точно знали, когда бросали Маше в воду, говорит Медраж, они знали, что Всевышний дал клятву Ноху, что больше не будет потопа на землю. Поэтому они знали, что Акодыш Баругу, он наказывает весь мир по правилу кида, мида кида и кит мида. Мера за меру. Поэтому они знали, что потопа не будет, поэтому они не боялись бросать еврейских детей в воду, потому что они знали, что потопа не будет. У них получилась ошибочка, небольшая такая, мелкая, которая стоила жизни всему Египту. Ошибка, которая состояла в том, что Всевышний обещал, что потопа не будет на всей земле. Но в каком-то конкретном месте Акодыш Баругу этого не обещал. И вот Египет бросается за Амисраэлем, преследует его и доходит до моря, и море расступается. Амисраэль проходит по воде. Египет гибнет в волнах этого моря. Что происходит на том уровне, на том сигноне, в том направлении, в котором мы обсуждаем сейчас? Амисраэль находится в Египте в течение 400 лет, в течение 210 лет, не будем сейчас в детали входить. И Амисраэль в этом Египте должны стать, превратиться в народ. Они должны пройти этот путь для того, чтобы в дальнейшем пройти через море, дойти до Карасинай и стать Исраэлем, Ешар-Кейль, прямо ко Всевышнему. Для этого им необходим Авду с Мицраем. Без этого не обойтись. Они прошли этот путь. Они дошли до моря. Египет выполнил свои функции. Они превратили евреев в Исраэль. Превратили. После того, как это произошло, после всего этого, получается новый вопрос. Египет, он, как таковой, сделал из Израиля и из себя определенную срук, определенную форму. Теперь Амисраэль должен пройти к горе Синай и получить новую форму. Не форму Амисраэль в египетском рабстве, а форму Амисраэль как Бнейхурин. Бнейхурин имеется в виду Эйн Бенхурин Эла Асугбе Торе. Бенхурином не называется никто, кроме того, кто занимается Торой. Поэтому старая Цура должна быть уничтожена. И вот происходит еще один потоп. Тот потоп, когда воды смывают Цуру, который называется Митсраем. Митсраем происходит от слова границы. Границы, в которых был зажат Амисраэль, он полностью снят, он полностью отсутствует. Это еще один потоп. Просто для того, чтобы объяснить несколько примеров того, о чем я говорю, чтобы понять лучше, что такое дарование Торы, я хочу двинуться чуть дальше. Я вижу, что у меня возник еще один вопрос ко мне, но я хочу продолжить чуть-чуть еще, потом вернусь к этому вопросу. Было еще несколько потопов, которые произошли в истории мира. Первый потоп, о котором я сейчас говорю, это потоп такой, что Гемора в трактате Сука и в трактате Макос в двух местах, так как я помню, может, есть еще много мест, рассказывает о том, как Нойсон, Ганави и Давида Меллах вычислили место, где должен быть построен храм, и начали строить первый храм. Неважно сейчас, как они вычислили, как они вычисляли эту точку, вычислили правильно. Бенавиют в результате... Вначале они вычислили благодаря своим знаниям Торы, потом через Невиют, через пророчество им подтвердили это. Они пришли и начали строить храм. Неважно, кто там копал именно и кто как строил, но для того, чтобы строить, нужно, я вот только не знаю по-русски, слово Исадот. Исадот на иврите, когда основой что-то такое, когда... фундамент, основа фундамента. Они стали рыть фундамент для храма, и говорит Гемора, что в тот момент, когда они рыли фундамент, то нижние воды, подземные воды, те самые воды, которые вышли во время потопа и затопили землю, начали выходить наружу и начали заливать весь мир. Они пытались сделать то, сё, пятое, десятое, ничего у них не получилось. Сказал Давид Амеллах, царь Давид, знает ли кто-то, можно ли написать на куске глины четырёхгуквенное имя Всевышнего, не знаю, четырёхгуквенное, это я выдумал, имя Всевышнего, какое я не знаю, бросить его в источники, с которого бьёт вода, для того, чтобы он заткнул и прекратился потоп. То есть Давид Амеллах знал, что нужно сделать, чтобы это сделать. Сегодня бы это сказали те люди, и счастье из людей, которые меня слушают, наверняка сказали бы, что он знал Кабола и знал, как Альпикабола, по Каболе можно заткнуть все эти подземные воды, но он не знал за лохи. Он не знал, можно это делать или нет, потому что есть заповедь, которая запрещает стирать имя Творца. И мы пишем имя Творца, и потом мы его стираем, этого нельзя делать, можно это сделать или нет. Не было человека, который знал ответ на этот вопрос. Сказал Давид Амеллах, что если есть кто-то, кто знает и не отвечает на этот вопрос, то он умрет бы Митамишуна, он повесится. Тогда сделал Лохитополь, президент Сангедрина, и дедушка жены Давида Амеллах, Батшева. Он сделал Кальвахомер, Митаму, он сам решил этот вопрос. Он сказал, если в Парша Цота, Парша, который рассказывает о том, что делает женщины, которые при определенных условиях подозреваемые в измене мужа, то пишет Парша Цота, стирают ее в воду, после этого добавляют вот этого всего 5-го и 10-го, я не хочу рассказывать, и после этого дают ей пить, но при этом стирают имя Всевышнего. В этой Парше, в этом отрывке есть имя Всевышнего, и не один раз упомянутое. Мы его стираем в воду. То есть, ради того, чтобы примирить мужа и жену, можно стереть имя Всевышнего. Для того, чтобы примирить Всевышнего со всем миром, не тем более, что можно стереть имя Всевышнего. Давида Мелох стирает имя Всевышнего, бросает, и потоп прекращается. То, что меня интересует в этой истории, мы видим, что когда Давид Мелох Исраэль хочет вместе с Натаном Ави построить храм, что происходит? Акодыш Барагу начинает потоп на землю. Ему дается остановить этот потоп, но начинается потоп. Почему? В связи с тем, что мы сейчас говорили, это становится очень понятным явлением. Акодыш Барагу приводит этот потоп, потому что мир приходит к новому уровню. Был уровень до Нооха, был уровень до выхода из Египта, был уровень дарования Торы, сейчас новый уровень. Уровень построения храма. Храм – это то место, где приносится карбонот, жертвоприношения, которые соединяют весь этот мир с Всевышним. Это новый мир, новая цура, новая форма. Для того, чтобы построить новую форму, надо уничтожить старую форму. Поэтому воды пытаются затопить весь мир. Благодаря знаниям Торы, знаниям имени Творца и так далее, мы можем это совместить, знания о Творце, мы можем совместить с тем, что происходит во время строительства храма. Не надо уничтожить новый мир. Мы новую цуру можем привести мир к новой цуре другим способом. Окей. Это вторая попытка, которая у нас происходит. Есть еще, не вторая уже, я не помню какая. У нас был потоп, у нас был выход из Египта, у нас было дарование Тору, у нас было строительство первого храма. После этого возникает еще один вопрос, который возникает. А именно, есть книга Ихескель. И в книге Ихескель есть описание того, как Ихескелю дается медот, меры, и он ходит и рассматривает и меряет третий храм. И описание всего третьего храма, который нам известен, нам известен из пророчества Ихескеля, который получил, как он будет сделан. И в ходе этого пророчества Ихескель видит, по храму проходил такой ручеек, прямо внутри храма, там где приносили жертвоприношение, проходил маленький ручеек. Они использовали этот ручеек, и каким образом они это использовали, они, я вижу вопрос, только я как раз на эту тему. Они использовали этот ручеек во время храма, каким образом? Там была пробка, они закрывали выход от этого ручейка, ручеек не мог выйти из храма, поэтому он заполнял храм, таким образом мылся пол. После этого воды, которые от крови, от всего от жертв. После этого вода, которая стекала с этим ручейком, она продавалась, и фермеры ее использовали для орошения полей, и она была обогащена кровью, удобрениями и так далее. Вот этот ручеек рассказывает Ихескель, как он вышел за пределы храма, ручеек увеличился, 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 и после этого он превратился в огромную реку, которая грозила затопить весь рецесрой, и рассказано в Медраше, что она затопит весь рецесрой. Мне задают вопрос, когда придет Машех, будет малый потоп, я думаю, что это слово малый потоп, я думаю, что слово малый потоп. Да, именно об этом пророчество Ихескеля, которое говорит, что после того, как придет Машех и будет третий храм, будет еще один потоп. И понятно, о каком потопе идет речь, это потоп новой эпохи, эпоха новой цуры. Я сейчас не буду входить подробно, но очевидно, что с приходом Машеха, с воскрешением извертых, с строительством третьего храма и так далее, будет изменена вся цура существования мира, вся форма существования мира. Поэтому должен произойти еще один потоп, который изменится. Это все потопы, которые идут один за другими, поскольку у меня уже осталось несколько секунд, минут, то поэтому я должен заканчивать. И будет еще один потоп, который рассказывается о том, что когда закончится время Машеха, мир придет к своему, одному из своих результатов, к седьмому тысячелетию, тысячелетие, которое кольку лос-шаббат, то говорит Медраж Гемора в Тарактате Сангедрен, что мир будет полностью затоплен целиком на все сто процентов, и цадиким будут парить, праведники будут парить над поверхностью вод. А если ты скажешь, что, может быть, они будут уставать, то об этом сказано, они на тен леев коах, я даю уставшему силы. Это будет еще одно изменение, одно из последних изменений, которые будет в мире, перед миром грядущим, перед Аллам Абба, когда должна быть новая цура, цура, где гашмиус, материальность, будет практически отсутствовать. И мы видим, что один за другим идет изменение цуры. Дарование торы – это то изменение цуры, которым мы празднуем в Лайло Шивот, когда мир придет из состояния Эйна Митсувевеса к состоянию Митсувевеса. Из состояния не обязан, но делает, к состоянию настоящему, получил Митсувевеса делает. На этом мы закончим. Я думаю, что в следующий раз я еще раз поговорю о Шивоте. До свидания.